Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть тему о самых распространенных мифах, существующих сегодня, порожденных фитнес-бизнес-индустрией. В тренинге, в питании. А мифов этих очень много. Эти мифы забивают головы людям, людям, которые хотят получать прогресс. Из-за этого мы с вами не видим прогресса, когда прислушиваемся к нелепым мифам. Сегодня вкратце затронем все, которые темы я вспомню. Вы знаете, на все эти темы у меня есть отдельные статьи и видеоуроки. А сейчас немножечко приглушите звук, потому что пойдет заставка, а мой конвертер не позволяет мне регулировать уровень громкости на протяжении всего видео. Но, надеюсь, скоро у меня появится время освоить новый конвертер для того, чтобы снимать более качественные ролики, для того, чтобы вам было более комфортно их слушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, начнем. Первый миф. Миф о периодизации. А точнее о том, что она не нужна натуральному атлету. Все, кто следит за моими роликами, знает, что самое главное для натурального атлета – это периодизация. Периодизация важна для того, чтобы не утомлять нашу центральную нервную систему в первую очередь. И для того, чтобы наши связки и сухожилия имели возможность восстанавливаться. Вы знаете, что мышцы восстанавливаются гораздо быстрее, чем сухожилия и связки. И если вы чувствуете, что ваши мышцы не болят и готовы к работе, то связки не дают такой ответной реакции. Если вы чувствуете свои сухожилия и связки, это говорит о том, что они уже испытывают перегрузку и находятся в опасной стадии. Об этом следует задуматься. Люди не понимают вообще, что такое периодизация. Когда я слышу от того или иного блогера или спортсмена, что периодизация не нужна, то у меня сразу же появляется устойчивое мнение об этом атлете. Атлет ничего не понимает в тренинге. Что они говорят о периодизации? Для них периодизация – это легкая и тяжелая тренировка. Но это тупой подход мамонтов, которые совершенно не думают. При том, что можно иметь огромные раскачанные химии тела, но маленькие мозги. Вот откуда и происходит мнение, что все качки тупые. Но это, поверьте мне, не так. Я общаюсь со многими про-спортсменами, как в Америке, так и в России, с успешно тренирующимися людьми, не выступающими. И большинство из них практикует как раз-таки периодизацию. Лично я рекомендую и практикую сам периодизацию, основанную на различных типах мышечных волокон. Вы можете в это верить, можете в это не верить, но если вы будете придерживаться такой периодизации, вы будете постоянно прогрессировать. Постоянно. И не будете впадать в застой. Для тех же, кто все-таки думает, что периодизация это тяжелая и легкая тренировка, вот смотрите, я был на соревнованиях, недавно купил вот такую книгу. Видите, насколько она толстая? Эта книга целиком и полностью посвящена периодизации силовых тренировок. Полностью. Страниц здесь, я вам сейчас специально скажу, сколько. 680 страниц. Вот такой огромный большой формат информации, кладезь просто, квинтэнсенция знаний современных от ведущих инструкторов, медиков спортивной медицины. И после этого, и когда человек вам говорит о том, что не нужна периодизация, что это просто тяжелый и легкий тренинг, что это трата вашего времени, то не слушайте, не тратьте время на советы данного человека. Человек безграмотен. Вот книга. Извиняюсь. Та книжка была не только о периодизации, а вот книжка, целиком и полностью посвященная периодизации. Здесь почти 400 страниц. Такой же формат. Очень много полезной информации. Все о периодизации. И вы знаете, что я рекомендую делать периодизацию на каждую новую тренировку, на одну и ту же мышечную группу. Если хотите более подробно ознакомиться с моими методиками периодизации, вступайте в закрытую платную группу. Вот там я расписываю на каждую неделю новый вид тренинга. Как для парней, так и для девчонок. А также вся бесплатная информация в моих видео и статьях. Следующий миф, который также вызывает у меня смех, это миф о зависимости тренинга от типов сложения. Вам говорят, что вы эктоморф, мезоморф, неважно, эндоморф и рекомендуют определенный вид тренинга. Это неправильно. Неважно, какому типу телосложения вы принадлежите. А следует знать, что типы эти, вообще психотипы, их придумал не спортсмен и даже не диетолог. Придумал их психолог. Потом их применили уже к спорту. Так вот, к тренингу типы телосложения не имеют никакого отношения. Ваш тип телосложения может влиять только на питание. И должен влиять на питание. От того, к какому типу вы принадлежите, вы должны строить свой рацион дневной. А питаться мы с вами можем как на массу, так и на силу, так и на рельеф. Набираем мы или худеем зависит от питания. Тренинг всегда должен быть одним и тем же для всех. Тренинг должен носить силовой характер. Мы должны выбрасывать в кровь гормоны. Все биохимические процессы, проистекающие в нашем организме, одинаковые. И если для вас действуют приседания, то это не значит, что они для меня не будут действовать. Всем нам нужно тренироваться, придерживаясь определенных базовых законов. Кстати, на периодизацию нужно переходить после двух лет силового тренинга, когда вы добиваетесь определенных силовых показателей. Все эти два года тренинга описаны в моих статьях «Ступени». Я ссылочку дам в описании к видео. И эти два года нужно усиленно наращивать силу. За силой всегда придет масса. Для натуралов это единственно возможный путь. Другого, к сожалению, не существует. Еще один миф, мимо которого я не могу пройти мимо. Это миф о том, что нам с вами необходимо тренировать сердце для того, чтобы становить выносливым. И вообще просто необходимости тренировать сердце. На самом деле, понятие «кардиотренинг» неправильное. Сердце – это единственный идеальный орган отрождения, который работает по принципу «все или ничего». Сердце не может сократиться на какой-то процент. Нет, сердце сокращается на 100% и расслабляется на 100%. И так на протяжении всей жизни. Каким бы видом спорта вы не занимались, сердце, если оно у вас здоровое, всегда подстроится под вас. Другое дело, что существуют специфические виды спорта, но большинство, 99,9% из нас, никогда не сталкивается с такой нагрузкой. Нам это не нужно. И когда вы будете тренировать сердце, к примеру, на определенное его увеличение, не забывайте, что обратно сердце не уменьшается. А сколько из вас людей уверены в том, что будут заниматься той или иной спортивной деятельностью на протяжении всей жизни? А вот такие проблемы как раз начинаются, когда вы прекращаете свои тренировки. Именно поэтому я настоятельно не рекомендую практиковать классический кроссфит. Когда вы выполняете одно силовое упражнение за другим, без перерывов, без пауз между упражнениями. Это крайне негативно сказывается на сердце. И никому это не принесет здоровья. Никому. Вы только получите проблемы со здоровьем. 90% людей, которые начнут заниматься кроссфитом, бросят это занятие уже через месяц. И если они будут тренироваться в течение месяца даже по такому принципу, сердце может уже произойти непоправимые изменения. Что скажется крайне негативно на вашем здоровье. Не забывайте об этом. И когда меня задают вопросы, как я отношусь к той или иной системе, просто послушайте, если между упражнениями нет пауз отдыха, я крайне негативно отношусь к любой подобной системе. Это не есть здоровье.